Здравствуйте, добро пожаловать на канал Safe and Life. Жители деревни Шияньбекун в провинции Лонгю в Китае решили откачать воду из пруда. Это был непростой пруд, в народе он считался бездонным. Сподвиг односельчан к этому поступку любопытный Вуанай. Он всю жизнь мечтал разгадать загадку бездонного пруда и убедил соседей купить в склоченную насос. Как оказалось, сделали это не зря. Вероятно, у Вуанай невероятная интуиция. Через 17 дней непрерывного откачивания воды пруд был осушен, и взглядом любопытствующих предстал вход в древнюю ещеру. Что уж говорить, даже ученые были ошарашены находкой. Оказалось, что под деревней находится целый комплекс рукотворных пещер, которые поражают своей красотой и масштабами некогда развернувшегося подземного строительства. Сперва осушили только одну пещеру, пещеру. Оказалось, что ее площадь составляет 2000 квадратных метров, а глубина около 30 квадратных метров. После этого, с азартом осушили и последующие пещеры, предчувствуя много удивительного впереди. В итоге, оказалось, что подземные гроты раскинулись под большой частью провинции. Всего их 36, и каждый с площадью около или больше 1000 квадратных метров, глубиной 30 метров. Все стены и потолки пещер украшены резьбой, предположительно выполнены долотом. Это невероятная долгая и кропотливая работа. Ведь общая площадь всех пещер составляет более 30 тысяч квадратных метров. По предположениям ученых, при выкапывании пещер было удалено более 1 миллиона кубических метров скальной породы. Это невероятные объемы камня. Особенно если учесть, что возраст пещер 2000 лет. Кто и зачем их вырыл? Неужели вручную? Все это наводит на мысль, что древние строители пользовались буровой установкой. Тем более, что узор из параллельных друг другу полос на потолке, невероятно точен и аккуратен. Кстати, история уже имеет ряд прецедентов, когда ученые находили артефакты, возраст которых 2000-3000 лет, и поражались знанием древних. Например, в Багдаде нашли древние батарейки. А значит, когда люди умели добывать электричество. Для строительства пещер лонги электричество было бы необходимо. Они удалены от входа, в них царит полнейшая тьма. Как работали резчики, украшая пещеры, с факелами, много удивительных вопросов мучают археологов и ученых. В пещерах есть водостоки, каменные лестницы, бассейны. Выполнены они по одному типу, свод каждой пещеры поддерживают колонны. Они расширяются от входа. Три стены выстроены вертикально, а четвертая под углом в 45 градусов. Сейчас для туристов открыты пять пещер. Стены их украшены различными фигурами, людей и животных. Некоторые очень символичны. Например, лошади, рыбы и птицы символизируют воздух, воду и землю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.